Добрый вечер всем! Сегодня у нас 23 декабря 2023 года, 9 часов 30 минут. Ну и в общем дожили до кануна католического Рождества, которое у нас будет отмечаться завтра. Ну, как я уже много раз говорила и все время как бы повторяюсь, что мы здесь, так как, ну, я живу здесь среди, так скажем, населения французского, ну, в основном это католическое население, так скажем. Ну, основная масса, во всяком случае, страна католиков. И я, естественно, ну, хочешь не хочешь, точно так же отмечаю с ними Рождество в тот день, когда оно происходит в католическом мире. Вот. Мое Рождество, оно ортодоксальное, все это знают, что оно будет позже, после Нового года. Ну, все знают те, кто так же, как и я, отмечают, ну, относятся к ортодоксальной, так скажем, церкви, то есть, ну, православной, так скажем, по-русски. Вот. Но раз уж тут живешь, так вроде как бы к их правилам и начинаешь, ну, в общем-то, приспосабливаться. Как я уже тоже повторюсь и уже говорила, что я свое Рождество, ну, мое тоже отмечаю, у меня Женюк его тоже знает, ну, как бы мы уже так и вот здесь особо-то не отмечаем, как, допустим, я бы отмечала у меня в России. Вот. Ну, что хочу сказать, все уже у меня готово, все, в общем-то, приготовили, все сделали более или менее так. Как это, ну, как, в общем, как я рассказывала раньше, у нас основное блюдо, это будет блюдо морепродуктов, морефрукты, как они его называют. Ну, в общем, заказали, все сделали. Завтра у меня Женюк сходит, купит уже утром на базаре, так скажем, последнее приготовление, это теплый свежий хлеб, он зайдет в булочную, в буланджерию. И еще, ну, я, вернее, он зайдет на рынок и купит свеженькие устрицы, ну, тоже традиционно, так скажем, французская. Ну, а так как у меня будет еще, помимо его сына, будет еще моя дочь, ну, с семьей тот и другой, с семьей имеется в виду с детьми, то я, конечно же, ну, приготовила кое-что, что, ну, не едят, допустим, мои внуки и моя дочь. Устрицы они пробуют, как все, ну, можем пробовать, но это не наше, так скажем, блюдо. Я это ем, а вот дочь как-то не приучилась, ну, не очень они к ней заходят, так скажем. А вот поэтому для нее, там, салат, кое-что еще я приготовила, ну, что у меня Жанлюк сегодня тоже увидел, говорит, что это ты вроде как готовишь, ты сказала, ничего готовить не будешь, а тут что-то смотрю, ты готовишь. Я говорю, так понимаешь, люди разные будут, получается так, что, ну, кто-то любит вот море фрукты, кто-то не очень. Поэтому, ну, чтобы не было скучно за столом сидеть, надо что-то как бы еще приготовить. Ну, на что он мне так поморщился тут, понюхал носом, поводил, как говорится, посмотрел, что я делаю. Ну, видимо, не стал со мной спорить, потому что даже вот в его семье один сын, он у него ест вот эти все море фрукты, морепродукты, а второй не очень тоже, вот. И когда я спросила, а твоя бывшая жена, она, допустим, ну, и любит, любила вот в свое время, когда вы отмечали, допустим, какие-то праздники у вас тоже, ну, на столе присутствовали море фрукты, так скажем. Он долго думал и не мог вспомнить. Почему-то по мне подумалось, что, скорее всего, она тоже не любительница вот этих всех морепродуктов, вот. Потому что если бы он, если бы она их любила, он бы это бы вспомнил. Ну, вот такие вот у нас тут дела. Ну, ладно, хотя бы не, ну, как сказать, не стал тут перечить мне, не стал меня отговаривать делать что-то. Короче говоря, как-то смолчал, промолчал. Вот, и слава богу, и то хорошо. Вот, ну, собираемся, моя дочка завтра работает, и собираемся мы где-то в 8, примерно в 30, она сказала, постарается успеть приехать вот так вот к вечеру. Ну, а вроде сегодня мне тоже объявил Жанлюк, что сын-то приедет к 6. Я говорю, слушай, давай-ка тоже немножко его попозже, потому что что он тут 3 часа будет, ну, 2,5 часа сидеть, как бы ожидать, и за столом вроде как, я говорю, конечно, ну, можем там что-то, ну, выпить или прочее, но это ведь 2,5 часа сидеть, я говорю, будет как-то, ну, попозже. Ну, ну, что тоже, смотрю, надулся, не нравится ему, что я вот хочу, ну, перенести как бы вечер. Я говорю, просто 2,5 часа просто это будет грустно и скучно просто так вот сидеть за пустым столом, побегать у нас, подвигаться у нас места нет, у нас все очень тут все расставлено, все заставлено, вот так сама смотрю и думаю, господи, настолько маленькая у нас, маленький салон, я как-то где-то уже рассказывала, у меня сам дом разделен на 2 этажа, 64 квадратных метра, то есть считайте, половина наверху, половина внизу, и еще вот этот вот салон, он разделен на кухню, кухонную часть, маленький так как бы получается прихожая, и вот салон, то есть, в принципе, у нас тут только все рассядутся и, в общем, вот таким вот образом, ну, потому что дом рассчитан только на двух человек и слишком-слишком такой достаточно небольшой, вот. Ну, вот так как-то, то есть, короче говоря, еще не все вопросы решены, в принципе, все готово, но не все вопросы еще и решились. Завтра по мере поступления будем уже их как бы и решать. Ну, что еще хочу сказать? Я, наверное, конечно, завтра, ну, такие видео, скорее всего, делать не буду, застольные, потому что, ну, у меня дочь, она не любитель прямо, знаете, ну, категорически, да еще так, я устала, вот не захочет какие-то видео, чтобы я тут делала. Ну, возможно, стол покажу чуть-чуть, так, знаете, совсем маленечко. Ну, что, может, на столе будет, тоже покажу, потому что, ну, я не знаю, я уже, как бы это сказать, ну, опасаюсь иногда, что начнутся опять-таки, знаете, ну, нелестные какие-нибудь комментарии, хотя, собственно говоря, к этому нужно быть готовым, уже нужно привыкать к этому. Вот, получила я сегодня уже, знаете, сделала вот маленькое видео, шорты, Райка у меня тут так сладенько спал после прогулочки и после сытного обеда курочку получил с рисом. Вот, и так хорошо уснул рано и показывала вам мои гирлянды, которые сегодня я получила, наконец-то. Ну, правда, не все, что я заказывала по китайскому сайту, не все мне еще пришло. Кое-что еще и где-то идет непонятно где. Ну, видимо, в связи с тем, что сейчас вот много заказов, люди подарки получают и прочее. Поэтому вот гирлянды ко мне пришли. Ну, что, я, в принципе, ими довольна. Они такие скромненькие, маленькие, да, достаточно симпатичненько горят. Вот, и цена такая была более-менее приемлемая. Ну, там еще кое-что заказала для Жанлюка, как я уже сказала, там белье, так скажем, мужское, нижнее. Ну, уже по второму разу заказываю, мне очень понравилось. Мягонькое, такое хорошее, все пришло. Ну, ему отдала, говорю, на это тебе. Вот такие вот у меня к нему как бы подарки. Вот, дальше, что заказала себе такой, знаете, у меня передничек, фарточек. Ну, я когда вот гостей принимаю или сама бывает что-то делаю, ну, в одежде вот, чтобы не пачкаться, я люблю одевать передничек. У меня старенький уже такой один, ну, достаточно уже такой не очень, так скажем, презентабельный есть, который я обычно использую для приготовления пищи и прочее. Ну, заказала новый, вот, понравился мне в таком ретро-стиле. Но что-то кажется мне, что он долго не продержится. Он хорошо шит, все сделан, прошит хорошо, так это, знаете, качественно. Но что-то показался мне, он каким-то таким, как бы это сказать, ну, может, стирку оттуда выдержит, а потом, наверное, развалится. Сейчас такое, знаете, все, такие вещи бывают, которые, ну, оно вроде как наподобие бумаги. Ну, это не бумага, а что-то такое, что оно вот как бы распадается, так скажем, на волокна. Ну, в общем, посмотрим. Вот, хотя интересный, симпатичненький. Это тоже цена такая была, знаете, небольшая. Думаю, ладно, такие вещи можно для таких дел-то и покупать. Хотя бы, знаете, вот, начиная что-то делать, готовить, подавать на стол. Я иногда прикрываю какую-то нарядную одежду, потому что, чтобы не накапать, чтобы не там, ну, что-то где-то разогреваешь и не брызгаешь, чтобы не брызгала на одежду. Ну, вот так вот, это вот об этом. То есть, вот что мне сегодня пришло. А, да, заказала еще себе двое легицев. Да, легинцы, легицы, как правильно сказать, тоже на этом сайте китайском. Ну, что я вам хочу сказать? Они сколько стоят, настолько они и, в общем-то, выглядят. Вот, ну, они такие удобные, так скажем, для дома. Вот, в дома я очень люблю такие, знаете, какие-то, ну, более-менее, чтобы спортивная какая-то одежда домашняя такая была. Я ненавижу ходить дома ни в юбках, ни в платьях. И, ну, когда лето, шорты, а вот когда сейчас зима, вот легинцы очень даже неплохо. Ну, посмотрела, Жанюку понравилось. Говорит, что, хорошо дома ходить, тепло. Они с начесом теплые. Ну, короче говоря, как я сказала, насколько стоят, настолько они и выглядят. Вот, не скажу, что какие-то, знаете, супер такие обновки. Ну, пожалуй, все, что я там заказала. Ой, заказала метенки, да, вот такие одеваются еще на руки. Заказала себе. Ну, тоже, знаете, все в такое, в общем, обыкновенно. Даже, знаете, хвастаться, показывать. Это, ну, подумала, что нет смысла. Вот, единственное, что мне захотелось вам показать, это гирлянды, которые я купила. Не которые за мной, а вот которые я делала видео. Короткое видео, короче говоря. Ну, о чем я сегодня хотела поговорить. Так как канун, вот, Рождества, наверное, да, ну, для нас в любом случае здесь это все равно праздник. Это все равно какое-то, знаете, ожидание чуда. Тут тоже с кем-то мы вот разговаривали совсем недавно. Женщины с русскоговорящей вот тоже говорили о том, что, ну, верят ли дети в Деда Мороза. Ну, вот, ну, многие дети, как говорится, еще стараются или хотят верить в Деда Мороза. Вот. Ну, и мы тоже стали про себя говорить и тоже вот пришли к выводу, что, конечно же, мы в Деда Мороза вот какого-то такого, ну, как раньше, как в детстве, мы, естественно, не верим. Но в любом случае, естественно, материальное во что-то, что вот тебе кто-то придет там, спустится через камин и принесет тебе какой-то подарок, носок положит. Конечно, понятное дело, что это уже давным-давно все ушло и улетучилось, это уже выросли из этого. Но верить, верим или не верим во что-то хорошее, ну, в того Деда Мороза или как у них называют Пернуэль, в того, значит, ну, в этого лесного, так скажем, духа, что-то такое нереальное. Конечно, где-то в душе каждый, наверное, человек верит, ну, что-то, что может сбыться, что может исполниться, то есть, ну, что-то такое вот все равно. Но мы все равно загадываем желание и, в общем-то, все равно ждем, как говорится, чудо от этой нашей жизни. Вот. Ну, мне так кажется. Во всяком случае, я верю во что-то такое, ну, сверхъестественное, наверное. Ну, хочется во всяком случае верить. Кстати, сегодня тоже ночью такая ночь интересная была. Мне снились много-много снов какие-то интересные достаточно. Я еще пыталась их запомнить, но ни один сон не запомнился. Знаю, что они сменялись, смелькали, их было великое множество. Что именно снилось? Ну, вот, ну, не помню. Как говорится, убей, не помню. Вот. Это вот об этом. Ну, что еще хотела рассказать? Знаете, сегодня вспоминала. У меня какие-то воспоминания были о том, как же мы отмечали в детстве, наверное, в России. Опять же, повторяюсь, что я говорю о России, потому что там жила. Как мы на Урале отмечали наши вот эти вот праздники. Ну, вы знаете, самое интересное, мы как-то с семьей отмечали и католическое Рождество. Наверное, многие помнят, что вот в эти вот предрождественские католические дни тоже были какие-то концерты по телевизору шли интересные. Передачи такие, знаете, достаточно, но интересные. Не то, чтобы оно как-то вот прямо отмечалось, не знаю, как это, Рождество католическое. Но, тем не менее, что-то такое, знаете, как бы, ну, оно уже, ну, в общем-то, транслировалось что-то. Самое такое дальнее советское время, нет, оно, конечно, так не отмечалось, немножечко позже произошло. А вот все равно в нашей семье мы это помнили и знали, что вот здесь католическое, хотя мы не католики, католическое Рождество. Мы знали, что вот в эти периоды идет как бы тоже, ну, нужно, не то, чтобы мы его как-то громко отмечали, но бывало так, вот мама какой-то салатик приготовит, еще что-то. То есть долго мы не сидели, но, тем не менее, знали, что весь мир его отмечает. Вот. Затем шел праздник такой, знаете, пышный, очень пышный. Это Новый год у нас, как все знают, потому что у нас Новый год всегда отмечался, отмечалось очень пышно. Ну, в России имеется в виду, ну, наверное, в других, так скажем, ну, в то время в Советском Союзе, в других странах Советского Союза, наверное, тоже, потому что, ну, мне так кажется, все мы жили более-менее как бы одинаково. Ну, праздники, во всяком случае, отмечали в одно и то же время. Ну, и менее такой пышный тоже был, хотя в советское время его тоже очень-то не отмечали. Это Рождество наше, ортодоксальное, хотя тоже, мы же были страна атеистов, вот. Но мы это его так чуть-чуть всегда отмечали. Ну, а как самый главный праздник – это Новый год. И вот, знаете, вот сейчас тоже я тут пока собиралась, все тут убирала и как-то думала, вспоминала, думаю, вот по детству, что же у нас такое было? Что же у нас вот такого интересного? Как же мы его отмечали? Потому что здесь французы-то отмечают его семьей, так это тесным кругу, так скажем. Ну, это я про Рождество говорю. Очень так они как-то, ну, по-домашнему, я бы сказала, ну, собираются семьями, детьми, там вот так как-то. То есть семейный такой у них это считается праздник. Ну, во всяком случае, я вот говорю то, что я здесь вижу, может, в другом месте как-то по-другому. Вот. Ну, а у нас что, как, вот в моей семье, допустим, ну, в уральской семье в России, как у нас это отмечалось? А вы знаете, тоже стала думать, как мы Новый год отмечали. Тоже у меня практиковалось в моей семье, это был такой чисто семейный праздник. Родители отмечали, допустим, ну, с нами, с нами, с детьми, то есть я и моя сестра. То есть вот так вот всегда было в кругу семьи, никуда не уходили, никого не приглашали. Вот нам так нравилось, потому что мама у меня тоже всегда любит комфорт, любит и любила, и любит комфорт. И для нее важно было, что вот посидели, посмотрели, а потом, значит, ну, легли спать и отсыпались. То есть у нас ночь такая длинная была в это, в новогодние. Помню, вот знаете, характерно так вот, наверное, так на всю жизнь свою и останется у меня, на всю мою жизнь, что помнится вот запах вот этих вот апельсинов, мандаринов, вот знаете, оберток каких-то, вот запах конфет шоколадных таких, знаете, хороших конфет, очень хороших. Потому что, ну, мы такие дети-то были капризны достаточно на конфеты, особенно все подряд не ели. Ну, естественно, конфеты были всегда такие хорошие, ну, в то время они действительно были стоящие хорошие конфеты шоколадные. Вот, еще хорошо помню, что за этими конфетами мы ездили, у нас был в Екатеринбурге, тогда этот город назывался Свердловск, в центральный гастроном он находился, я думаю, на улице Вайнера. Кто в Екатеринбурге живет, наверное, помнит. Он назывался Первый гастроном, я помню, Большой такой был в то время, вот. И вот в этом гастрономии каждый год у меня подрабатывала моя тетя, мамина старшая сестра, кстати, ее уже сейчас нету, вот, на этом, как говорится, в этом мире. Так вот, эта тетя всегда там подрабатывала, она делала подарки. Причем, ну, я не знаю, по какой причине она туда ходила, кто-то ее по блату туда устраивал, хотя у нее своя работа была достаточно хорошая, она на хорошей работе работала. Ну, вот, тем не менее, в Новый год, она под Новый год там брала какие-то дополнительные вот эти вот, ну, подработку, так скажем, на подарках, формировала вот эти подарки. Ну, и так как она формировала эти подарки, у нас был такой, скажем, доступ прийти туда, и на там, ну, сколько-то килограмм, килограмм именно, можно было купить разных конфет, каких ты хочешь, то есть с черного хода заходилось, это все покупалось. Ну, вот так было у нас. Помню, это я, мы туда с мамой ходили, я обычно ее ждала, ну, где-нибудь там, допустим, ну, в отделе в каком-нибудь стояла, она туда сходит, потом вернется уже с пакетом, с таким, в общем-то, закрытым, чтобы никто не видел. Это не было воровство, естественно, это за деньги, все покупалось. Ну, тогда себестоимость этих конфет, ну, была копеечная, они такие уж они дорогие-то и были. Вот, так вот, к чему это я? Вот эти вот конфетки, вот эти вот, знаете, запах вот этих вот оберток, они же такие все красивые были, все красиво было завернуто, тогда вообще все это, знаете, и обертки, и конфетки, и в общем-то, ну, в общем, вот такой праздник у нас был. Была такая вазочка у мамы, помню, знаете, вазочка рижская, я вот хорошо помню, на ней было написано «Лига», она была такая красненькая, что-то с пластмасс, типа корзиночки такой, знаете, в сочетании пластмасс, в сочетании с металлическими какими-то штучками, такая достаточно красивая, оригинальная такая вазочка под конфеты. Вот я хорошо помню, написано было «Рига» на ней, вот, и туда, значит, эти конфеты, она небольшая была, часть конфет туда мама как бы украшала, вот это все ставила, сервант, и, в общем, это было так, это, ну, и нужно было ждать Нового года, то есть до Нового года вот это трогать было нельзя, конфета. Я вообще лакомкой любила конфеты, я не могу так, что одну конфетку, допустим, съел, и на этом успокоиться. Мне уже, если добраться, так надо съесть много. Сестра, кстати, у меня конфетам абсолютно равнодушна. Бывает, мама даст нам по конфетке, ну, чтобы не обидно было вот тебе, тебе, допустим, и достаточно. И сестра мне там укусит и мне отдаст. Хочешь, ешь, типа того, что я, она лучше что-нибудь солененькое бы поела, чем, допустим, вот эти конфеты. Вот, ну, вот так вот дома все и появлялось. Потом смотришь в холодильнике, там какие-то консервы такие необычные. Ну, мама готовила, готовила, закупала. Потом смотришь, какие-то колбасы копченые, сырокопченые, там еще что-то какие-то, ну, вкусности. Знаете, вот долго вспоминала, чем нас вообще кормили в это время. Ну, что мама на стол ставила. И долго не могла вспомнить, что именно готовили именно в моей семье. Каждый раз мама такая у меня затейница, так скажем, готовить. Она у меня очень-очень хорошо, изысканно готовит. Это вот, что от нее не отнять, то не отнять. И она готовила всегда много. И какие-то салаты это все сделает, и что-то еще. И вы знаете, вот долго вспоминала, но, видимо, так и не смогла вспомнить, потому что, видно, так каждый год все было по-разному. То есть у нее разные какие-то там выдумки были. Я даже помню, как-то она конфеты готовила. Вот хорошо это помню. Ну, и, в общем, холодно тогда тоже так было. И она вот их замораживала. Может, знаете, помните. Ну, это так давно было, это уже сейчас такого нет, естественно. У нас были окна, и на кухонном окне форточки были. Вот, и за этой форточкой у нас был такой, так скажем, холодильник. Ну, прикручен какой-то металлический такой, знаете, вот там у нее. И вот туда она тоже что-то складывала в этот холодильник. В общем, короче говоря, ну, холодильник имеется в виду, он работал только тогда, когда была зима. Ну, работал, действовал от холода, то есть там все заморозили. Там пельмени можно было заморозить. Мороз-то был сильный в то время. А, да, часто пельмени стряпали какие-то необычные там с разными мясами. И чего только у нас не было. И помню, как-то мама, ну, это только тогда еще начиналось, курицу на банку чего-то одевала. И тогда эти вот рецепты еще не были так. Потом они позже уже были распространены. А в то время, вот в те далекие времена, это все только еще начиналось. Вот это все вот какое-то, знаете, такое вот необычное новшество, так скажем. Но, во всяком случае, у меня мама откуда-то это все узнавала. И вот она у меня тут экспериментировала. Вот такие вот у нас дела. Всегда было много, все наставлено, вкусно было все так. И все это такое предвкушение. Все мы ждали, где-то садились, ну, примерно к 12 часам ближе за стол, вот примерно. И тогда начинались интересные передачи, фильмы. Ну, как правило, для детей уже шли какие-то интересные фильмы. Вот с вечера начинались, ты уже смотришь. И что-то новенькое, что-то такое интересное. И уже вот все смотришь, и смотришь, и смотришь. А уже более старше стали, помню, стали смотреть зарубежную эстраду. Она вообще ночью уже начиналась. Я хорошо помню, как помню, Бонни Эм показывали, там еще какие-то. А, Джо Де Сен тогда выступал по телевизору. Естественно, это было очень поздно, поздно ночью. Вот, и помню, мы с мамой это все вот смотрели, с мамой, с сестрой. А мой папа тоже. И вот кто быстрее, как говорится, уснет. Как правило, мы досматривали до конца, и все уходили потом спать. То есть вот так мы познакомились с зарубежной эстрадой. Это интересно было, да, потому что все время постоянно это по телевизору не показывали. А именно вот в новогоднюю ночь можно было познакомиться, так скажем, с такой вот зарубежной эстрадой. Вот, и вот сейчас даже иногда с ней вспоминаем. А помнишь, мы вот это смотрели, а помнишь, мы такие песни вот слушали, а помнишь, вот это было. В общем, короче говоря, конечно, было очень и очень интересно. Еще, знаете, долго сегодня вспоминала, было ли у нас на столах, допустим, у меня, в моей семье, спиртное. Вы знаете, не могла вспомнить, думаю, ну шампанское-то, наверное, родители у меня пили, но не вспомнила. Вы знаете, голову сломала, как говорится, не могла вспомнить, чтобы у меня родители даже шампанское пили. Я знаю, что мама, как и я, она с ним не дружит, с шампанским, потому что у меня от него очень и очень плохо бывает. Даже от небольшого количества мне бывает очень-очень нехорошо, дурно, короче говоря. Вот, поэтому я, ну, себе, как говорится, сказала, что больше я с ним не дружу, с этим шампанским. Или только, знаете, так вот, пригубите все. Вот, даже в этот раз сказала, никакого шампанского не покупайте, потому что оно мне не подходит. Вот, и Жанюк тоже говорит, не надо ей, ей плохо будет. Вот, и вот знаю, что у меня мама такая же тоже к шампанскому, она очень и очень это, может быть, какой-то ликер был у родителей или какая-то настойка. Но настолько это все было мало и настолько, видимо, пили мало что. Не помню, долго вспоминала, что, ну, чтобы у нас кто-то бы вот много выпил или как-то, ну, шумел бы в квартире, такого у нас не было. Я помню, что мы с сестрой еще устраивали, ну, так скажем, концерты, ну, детские какие-то танцы разучивали, какие-то сценки. А тоже, ну, сами собой, нас двое было. Вот, ну, и родители садились и смотрели, чего мы там делаем. В общем, ну, просили родителей, чтобы они посмотрели наши танцы, наши песни, наши выступления. Ну, недлинные, конечно, минут, может, на 30. Вот, ну, тоже что-то вырезали, какие-то снежинки делали, в общем. Ну, елка обязательно была. Правда, у нас была искусственная елочка. Я уж, по-моему, даже об этом и рассказывала где-то. Она была не очень высокой. Мы ее ставили на табуретку. У меня мама ставила эту табуретку, укрывала еще чем-то таким белым, как вроде, не знаю, даже чем-то ли. Не знаю, может быть, это даже была белая простыня, но чем-то украшена. Потому что в то время снегом каким-то, еще чем-то все это украшалось, все это было так, это красиво. Я в детстве, помню, под этой елкой иногда играла, мне так нравилось просто поиграть. Вот Дед Мороз, снегурочка была у меня у нас такая. Дед Мороз еще такой старый был, знаете, может, помните, у кого-то, может, был такой, он такой из клеенной бумаги был, знаете, гафированная такая бумага. Красный такой Дед Мороз, красивый красный у него пояс был. Все это, и мешочек такой, знаете, ну, тоже из гафированной бумаги, скорее всего, там была вата. Ну, как вот, я все его, вот этот мешочек-то, так скажем, ну, трогала. Мне все казалось, что там что-то в нем обязательно есть. Ну, а утром мы все бежали и смотреть подарки, какие принес Дед Мороз. Потому что каждый раз Дед Мороз что-нибудь туда обязательно подкладывал нам под эту елочку. Ну, ладно, знаете, что-то как-то ушла в эти воспоминания детства. Ой, знаете, они такие всегда приятные. Я прямо туда-куда-то погрузилась в свое далекое-далекое детство, в ее далекую-далекую молодость. Ну, вот так вот. На этом я заканчиваю мое видео. Всех вас люблю, целую и обнимаю. Ну, что, наверное, завтра уже, может быть, несколько слов еще вам скажу. Покажу вам, знаете, хотела показать, сделаю маленький-маленький-маленький видеошорт. Покажу вам нашу погоду, природу. Потому что сегодня мы шли, гуляли по полям. У нас, знаете, зелена стоит, все достаточно. Ну, влажность, она влажность, как обычно, как всегда. А вот как тут в нашем регионе такой небольшой ветер был. Ну, вот мы шли на прогулки, Жан-Люк говорит, смотри, говорит, и у нас вот чисто рождественская погода, говорит. Вот чисто Ануэль, он говорит, прямо вот самый настоящий. А я, говорю, так, еще кивала головой, я сама про себя думаю. Ну, вот совсем он для меня не чисто, нечистый Ануэль, нечистое Рождество. Для меня это, ну, нет, что-то как осень, знаете, такое. Потому что мое Рождество – это снег, конечно же. Это снег, это, сейчас вот с вами говорю, у меня в голове прямо, знаете, вот как будто бы санит, мороз, вот этот ветер, красные щеки и бубенчики звенят. Вот, или, допустим, ну, от лошадей, которые несутся, ну, или, может быть, даже олени с бубенчиками бегают. А вот такое представление об Новом Годе. Ну, всем вам доброго вечера. Смотрю на часы. Доброй, приятной ночи, спокойной. Ну, и бодрого утра. Кто будет меня завтра слушать за чашечкой чая или кофе. Пока-пока. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Stephens H. Продолжение следует...